Добрый день, дорогие друзья! С вами снова я, доктор Краутцев. Сегодня мы обсуждаем такую тему, как психотипы и психологические и психиатрические расстройства. Кому как удобно. По ДСМ это все-таки, когда они больше на психологию делают упор. Если по нашим классификациям того же Ганнушкина использовать, это будет упор на психиатрические расстройства. Так или иначе, это патология. Мы не говорим сегодня о конкретных каких-то примерах, вещах. Мы разбираем, в общем, психотип от какого-либо расстройства отличается тем, что он не является патологией, а является как бы вашей базовой прошивкой, как Windows, которая стоит в компьютере. И благодаря нее вы выбираете свою стратегию поведения на протяжении всей жизни. Итак, дорогие друзья, смотрите. Возвращаясь к нашим психотипам. Психотипы не являются патологией. Психотипы могут быть как вследствие генетической детерминированности, да, содержать ваше генетическое ядро, к которому вы предрасположены к стратегии поведения. Ну, допустим, это и тот, как вариант, или другой-другой психотип. А, соответственно, вторичный тип личности у нас отличается тем, что это тип личности, приобретенный наш с опытом. Таким образом, вы можете не быть патологичным, да, человеком, не иметь каких-либо расстройств или акцентуации характера. Акцентуация – это когда психотип уже как бы постепенно развивается в расстройствах. И, тем не менее, соответственно, мы говорим о том, что это в норме. Даже два психотипа – это нормально. И для нас важно понять, где же, как же здесь умещаются расстройства. Расстройства умещаются очень просто. Возьмем какого-нибудь шизоида, который жил с эпилептоидом. Или живет даже с эпилептоидом. Получается, живя с таким, ну, достаточно, да, очень грубым психотипом, способным перейти даже от какой-то непрямой агрессии к прямой агрессии, даже к физическому, да, конфликту. Шизоид будет испытывать длительное нервное напряжение, находясь с эпилептоидом. Может быть, у них не будет возникать совсем сильно конфликтов, как, например, конфликт подобный был показан, что я делал этим летом. Кому интересно, посмотрите, это наш русский фильм с таким вот странным названием. А, как я провел этим летом, называется. Напишите мне в комментариях, кто смотрел. Вот, пожалуйста, мы можем с вами обсудить, как шизоид взаимодействует с эпилептоидом. Но представим, что это одна площадь, это, конечно, не бегание за ним с ружьем, как это все преувеличено в фильмах. Но, тем не менее, мы получаем то, что у человека постоянное нервное напряжение. Эпилептоид его контролирует, давит и так далее, не дает шизоиду уйти в себя, как бы психоэмоционально восстановиться. Вот, это такую условно-психологическую энергию, просто восстановление такое, да, не вот эти вот воду энергии какие-то. Просто восстановление, психологический отдых шизоид получает наедине с собой и своими фантазиями. В общем, так или иначе, у нас формируется какая-либо психотравма у человека, вот ввиду просто нахождения с другим психотипом, да, с которым он несовместим. Формируется психотравма. Предположим, что у него сформировалось на фоне постоянного стресса тревожное расстройство. Ну, такие моменты мне просто попадали в жизни. Хотя могут быть и куча других вариантов. И мы таким образом будем, как говорится, мухи отдельно, котлеты отдельно. Мы будем отдельно в этом случае работать с человеком с точки зрения его психотравм. И если вы взаимодействуете по бизнесу, еще по каким-то причинам, вы помимо аналитики психотипа можете анализировать психотравму человека. Просто это более глубокая работа, более закрытая информация, которая требует близкого контакта и близких взаимодействий с человеком. Психотип лежит на поверхности. Мы его учитываем в псих... Соответственно, в первую очередь просто познакомимся с человеком. То есть психотипы отдельно, психотравмы отдельно, но при подходе к человеку и то, и другое мы, конечно же, учитываем. С вами был доктор Кравцев. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье!